Меньше недели остается до открытия сезона в филармонии. 17 сентября в Иванове состоится вечер камерной музыки. Приедет преподаватель Московской консерватории Дмитрий Сидоров. Во втором отделении прозвучат два больших музыкальных произведения в исполнении солистов Ивановской филармонии. Первое соль-минорное трио Сергея Васильевича Рахманова, эллигическое трио. И второе трио, достаточно известное, Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Второе трио памяти Ивана Ивановича Солертинского. Вы знаете, это для нас очень ценное будет исполнение, потому что вторую, третью, четвертую часть Дмитрий Дмитриевич сочинил на нашей территории, здесь, в Ивановской области. И это для нас очень важно. Оркестр русских народных инструментов тоже готовится к встрече со зрителями. Коллективу уже 15 лет. За это время он становился дипломатом международных и всероссийских фестивалей. Работает как на взрослую, так и детскую аудиторию. В ближайшее время запланирована серия концертов, посвященных юбилею Иваново-Вознесенской губернии. Оркестр русских народных инструментов выступит в школах. А 1 октября его увидят и на сцене филармонии. В День музыки в Иваново приедет заслуженный артист Республики Карелия Михаил Тоцкий. Он будет исполнять музыку на баяне, бандонеоне, аккордионе. Следующий проект – это выступление наше совместное с замечательным квартетом баловайшников Ситена в рамках фестиваля Дни Российской культуры. С ними тоже будет совместный проект, тоже замечательные музыканты, которые играют от всех жанров. От классической музыки до поп-музыки. Там будут у них фантазии, посвященные группе Абба, Дипепл и совместные наши выступления. На 21 сентября запланировано шоу, цель которого – привлечь молодежь в филармонию. В Иваново приедет московская группа «Превис Брасбенд», которая разогревает группу «Ленинград». Мероприятие пройдет не в зале, а в фойе. Это будет что-то, потому что они просто поют, они танцуют. Это надо видеть, то, что они делают. Это будет у нас танцевальная площадка. Вот почему мы не хотим это делать здесь. Потому что удержаться на стуле совершенно невозможно. Также в предстоящем сезоне зрителей Ивановской филармонии ждет новый проект «Сказки с оркестром». Заслуженный артист России и телеведущий Александр Олешко прочитает сказку «Конек-гурбунок» в сопровождении оркестра русских народных инструментов. Любовь Почерников, Денис Денисов, РТВ Иваново